Видно, слышно, отлично, отлично. Заодно я была бы рада от вас услышать, с вами познакомиться, пока мы ждем, пока мы ждем всех оставшихся участников, кто подключается, кто загружается и так далее. Сколько лет вы уже в рекрутинге, если уже работаете, если у вас есть опыт, либо сколько лет, сколько времени вы работаете в HR-сфере, в HR-индустрии, в подборе персонала, все что угодно. Почему вам интересен IT-рекрутинг сейчас, почему вы находитесь на этом вебинаре сегодняшнем, почему вас заинтересовала данная тема, для того, чтобы мне правильным образом тоже скоординироваться, где-то что-то более гибко для вас подстроить на нашу сегодняшнюю встречу, чтобы для каждого из вас, чтобы каждый из вас что-то вынес из нашей встречи. Мне это очень важно, мне всегда важно работать на результат, и в том числе и в обучении, чтобы каждый получил хотя бы новую идею, потому что, когда вы слушаете что-то новое, новый вебинар, новое обучение, любое видео на YouTube и так далее, то очень важно подчеркнуть какую-то новую идею и с ней уже пойти работать. Я для себя всегда, например, выделяю в обучение, если, допустим, я вкладываюсь в обучение, это достаточно большие деньги, затраты, время тоже, время у нас очень ценный ресурс, поэтому для меня всегда важно, если я получила хотя бы одну идею и вынесла ее в работу, то это уже с половиной того, потому что сейчас идей и обучения очень много, очень важно всем этим, да, все это применять к себе на практику. Да, пожалуйста, напишите, те, кто только что подключился, работаете ли вы уже IT-рекрутером, либо только интересуетесь, только начинаете, с какой сферы вы пришли в эту сферу, почему вам интересен IT-рекрутинг. Почему вы, самое главное, почему вы сегодня захотели послушать про стратегию сорсинга кандидатов, потому что тема очень-очень важная, очень нужная, и мы про нее очень часто забываем, она достаточно такая обширная, но в то же время очень понятная. Здорово, 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 на самом деле погружаться в IT очень-очень важно. Я всех вижу, как вы видите, наверное, на моем экране, на презентации, да, всех по определенным юзерам, по цифрам, поэтому если вы еще и будете представляться, то есть мне зовут так-то, так-то, я сейчас работаю тут столько-то лет, это будет здорово, чтобы я к вам уже могла обращаться, и если будет тема касаться, тема будет касаться вас именно, то я смогу обратиться вот именно к вам, чтобы отметить, что вот вам это точно нужно будет, или вы уже знакомы с этим моментом. Вот таким вот образом. Я думаю, что 4 минутки прошло, и этого на самом деле достаточно, чтобы уже начать наш сегодняшний открытый урок в системе Отус. Спасибо Отус, что тоже выделяет такие возможности для тех, кто заинтересован, потому что сегодняшний урок будет крайне полезным для IT-рекрутеров, для руководителей в том числе, для тех, кто хочет перейти в подбор IT, потому что то, что мы сегодня с вами изучим, это основа, основа успешного рекрутинга. Для начала, да, проверю, идет ли запись, все отлично, мы уже здесь с техническим специалистом проверили, который меня поддерживает. Меня хорошо видно, слышно, мы сами тоже это проверили, если кто-то не слышит, то, пожалуйста, дайте знать. Сегодня у нас тема стратегия сорсинга, как правильно нанимать персонал, как выстраивать стратегию, как выстраивать карту поиска. Для начала я тоже представлюсь. Меня зовут Езеля, я рекрутер в кадровом агентстве у IT, это международное кадровое агентство, работает на территории Германии в основном. У нас в целом есть международные проекты, мы закрываем разных специалистов, в основном это, конечно, IT. Три года проработала в кадровом агентстве Wanted Profi, самое классное агентство в Москве, поэтому кто думает о поиске, сейчас работает, поэтому я очень рекомендую руками и ногами. И сегодня я расскажу как раз про стратегию сорсинга в агентстве, как мы ее разработали, почему такая пришла идея и чем она нам, естественно, помогает. Помимо всего прочего, я также преподаватель в ОТУСе на программе IT-рекрутер, автор уникального пособия IT-рекрутера, возможно, вы с ним сталкивались, видели, там есть абсолютно все. Поговорим мы сегодня о стратегии сорсинга, зачем нужна стратегия угнаем IT-специалистов, про наш принцип узкий, средний и широкий, про то, где выстраивать стратегию сорсинга, чтобы было наглядно, максимально, и какой результат мы можем получить, если будем применять такой принцип с каждой вакансией. Правила нашего сегодняшнего открытого урока – обязательно активно участвуйте, потому что я придерживаюсь такого принципа, чтобы задать максимальное количество вопросов своему учителю. Поэтому сегодняшний вебинар, пожалуйста, постарайтесь использовать на максимум и задавайте абсолютно все вопросы, касающиеся данного сегодняшнего урока, ну и те, которые могут быть отнесены к этому. Вопросы я вижу в чате, могу тоже быстро достаточно ответить, поэтому всегда задавайте, пожалуйста. У нас немножко отставание идет в том, что я говорю, и в том, как вы меня слышите, поэтому я могу иногда вернуться к какому-то вопросу, вот, поэтому, если что, имейте это в виду. Значит, как у нас, какое у нас сегодня содержание, да, открытого урока. Сначала мы изучим, естественно, стратегию, зачем она нужна. Мы последовательно каждый шаг изучим, как ее составлять, как и где можно ее реализовать, и что в результате каждый рекрутер получает от того, что он создал эту стратегию. Цель сегодняшнего вебинара я очень буду стараться, чтобы каждый из вас получил максимально ту информацию, за которую он пришел, и надеюсь, что в конце вебинара вы будете уже знать, что, как, точнее, четко выстроить систему поиска кандидатов. Вы будете всегда знать, там, завтра, послезавтра, на следующей неделе, куда вам пойти еще поискать кандидатов. Потому что я уверена, что если у вас есть система определенная, она не только в вашей голове, она еще и, там, допустим, в какой-то системе, допустим, в Trello, в Jira, в Excel файлах и так далее, если у вас эта система, стратегия построена, то вы просто не можете не знать, где еще вам поискать кандидатов. То есть у вас будет отсутствовать хаос. Я очень часто слышу боли рекрутеров о том, что вот не знаю, где еще поискать. Да, наверняка слышали, наверняка сталкивались. Сделайте, пожалуйста, отметьте плюсы в чате, если у вас тоже такие боли есть, если меня сейчас слушают уже рекрутеры с опытом работы, где же таких кандидатов еще поискать. Да, отлично. Разумно будете, естественно, тратить свои ресурсы, да, бюджет тратить, свои временные ресурсы. Это очень важно, эффективно использовать их. Во-первых, с чего начинать и как выстроить процесс сорсинга, чтобы получить максимально быстрый и качественный результат. Пока мы переходим к ответу к этому вопросу, вы пока можете свои идеи тоже накидать в чат. То есть это нужно для того, чтобы вы понимали, с какой информацией вы сейчас пришли на данный открытый урок и с какой информацией вы уйдете в конце. С чего вообще вы начинаете весь процесс поиска кандидатов? Напишите мне, пожалуйста. Вообще, стратегия сорсинга по своей идее очень простая, но в то же время мы о ней всегда забываем. И начинаем искать, например, кандидатов вообще везде и таким образом не концентрируемся на самых эффективных и конверсионных. Верно выстроенная стратегия сорсинга, она принесет желаемый результат в более коротких сроках. И, естественно, то, на что мы нацелены при поиске кандидатов. Если раньше, например, наши ссылки с запросами были раскиданы вообще везде, это я говорю про кадровое агентство, про процессы. В хэйхантри, в автопоисках, естественно, все сохранено у нас было. В различных Google документах, в Excel файлах у меня еще иногда хранились в заметках в моем телефоне и на компьютере. Так как они синхронизированы, я могу что-то добавлять. В переписке у нас в Slack разные вещи тоже фиксировались, в Telegram и так далее. В общем, был хаос, был кавардар. И еще хуже было это еще у некоторых вордовских файлов, в заметках и так далее. Соответственно, отсутствовала система. И приходилось перекидывать вещи на ссылки туда-сюда. Это не совсем эффективно, это отнимает, естественно, огромную кучу времени, создавало еще больше информационного шума. И сейчас с помощью как раз-таки выстроенной стратегии сорсинга кандидатов мы имеем четкую выстроенную систему. Мы знаем всегда, куда пойти завтра и послезавтра и на следующей неделе, даже если у нас уже вакансия будет закрыта. Но мы будем всегда знать, куда пойти. Когда совсем закончится, мы откроем вместе с руководителем, с старшим коллегой, с вашим нанимающим менеджером, тем, кто принимает решения по кандидатам, куда еще пойти поискать. Либо подкорректируем сам поиск, возможно, там еще есть какие-то фишки, добавления, где можно еще посмотреть. Плюс ко всему, с помощью стратегии сорсинга, карты поиска, мы учимся разумно достаточно тратить временные свои ресурсы, которые крайне важны для каждого рекрутера. И на самые конверсионные ресурсы мы тратим, естественно, больше времени и приоритизируем их. Но по своей сути, да, зачем еще нужна стратегия сорсинга? То есть она необходима для выстраивания такого системного подхода к поиску нужного нам человека. Для этого следует, естественно, приоритизировать ресурсы для поиска, исходя из наиболее релевантных для конкретного запроса. Также в приоритете у нас будет та площадка, где кандидаты наиболее расположены к общению и готовы поменять работу достаточно быстро. То есть где у нас есть горячие кандидаты. Про горячесть, холодность и так далее давайте я тоже расскажу, потому что, возможно, слушают сейчас начинающие рекрутеры. Горячие кандидаты — это те, кто готов сейчас сразу идти и погружаться. В работу, то есть это работные ресурсы, где они обновляют свое резюме. И на сайтах, естественно, лежит их резюме, они готовы сразу же выходить на работу, общаться и так далее. Холодные кандидаты — это те, которые находятся на разных социальных сетях. Они не готовы сейчас что-то рассматривать. В целом они могут рассмотреть, но надо их заинтересовать. И теплые кандидаты — это те ребята, которые находятся между. Между горячими кандидатами и холодными кандидатами. Здесь мы сейчас еще раз затронем, по ресурсам еще раз пройдем. Соответственно, стратегия поиска нам поможет определить последовательные шаги, что делать, когда нам поступит далее иная вакансия. Вот да, сначала снятие портрета, совершенно верно. И потом мы уже ищем по хантеру, потом более узкие поиски. Сначала, соответственно, более узкие, а потом уже более широкие. Как раз таки сейчас мы к этому перейдем. Соответственно, стратегия сорсинга кандидатов, она распутывает такое достаточно большое клубок информации в голове у рекрутеров, в голове у нанимающих менеджеров и выстроит задачу поэтапно. Выстроив, например, стратегию единожды, мы будем работать с ней на протяжении всего сорсинга, во-первых, и при успешном исходе применять данную стратегию и в дальнейшем в поиске на аналогичные позиции и ускорять таким образом наним похожих кандидатов, что-то менять. При построении стратегии поиска, естественно, важно определить главные ресурсы, на которых можно искать, выбрать систему, в которой вам будет наиболее удобно работать и в которой вы также сможете отмечать выполненные задачи и отработанные ресурсы для сорсинга. То есть для этого еще большой плюс влияет именно стратегия сорсинга. Скажите, пожалуйста, насколько вы выстраиваете вашу стратегию сорсинга? Вообще имеете ли такое понимание? Может быть, вы как-то интуитивно выстраиваете, да? Может, у вас где-то в головах это все лежит. Как вы вообще, то есть, куда вы скидываете все эти запросы, когда ищете, например, по тому же самому хит-хантеру? Или у вас все лежит в ссылочках на самом хит-хантере? Расскажите мне, пожалуйста, тоже в чате. Немножко включитесь, чтобы я тоже немножко понимала ваш процесс. А мы пока перейдем с вами по шагам, как это все выстраивается, да? Значит, первый шаг. Мы выстраиваем приоритеты ресурсов, опираясь на критерии холодности кандидата. Холодность и теплости кандидата, горячесть и то, что мы с вами только что прошли. Первым шагом мы выписываем вообще все возможные ресурсы для поиска. Напишите, пожалуйста, в чате, какие ресурсы для поиска помимо хит-хантера вы еще используете. Какие социальные сети вы используете. Какие профессиональные социальные сети. Возможно, мессенджеры используете и так далее. Напишите, пожалуйста, чтобы просто накидать, своего рода произвести мозговой штурм по тем ресурсам, которым вы можете искать. Пока мы ждем, соответственно, я здесь объясню, зачем мы делаем этот шаг. Шаг этот очень важный, потому что вам позволяет понять, на каких ресурсах, помимо работных ресурсов, помимо хит-хантера, вы еще можете найти таких кандидатов. Это важно для того, чтобы просто выписать вообще абсолютно все возможные ресурсы. Это вам поможет дальше в построении сорсинга. Отлично. Телеграм, Хаббер, Гитхаб, ВКонтакте, LinkedIn, Хаббер Карьера. Супер. Мы с вами еще несколько сегодня затронем новых ресурсов, возможно, для вас, где вы тоже можете поискать, ребят. Значит, сейчас все, что вы выписали, вы пишите себе отдельно на бумажку или отдельно в своих заметках, где вы ищите. Может быть, от кого-то вы сейчас получили инсайт по какому-то ресурсу. То есть это просто список. Далее, следующим шагом мы как раз таки выписываем в себе те приоритеты, которые у нас идут по вакансии. Допустим, как пример. Напишите, пожалуйста, тоже, какие у вас вакансии сейчас идут в подборы, какие вы сейчас ведете. Если IT ведете, то супер. То тоже напишите. Возьмем, например, Java-разработчика. Где мы Java-разработчика будем искать? Допустим, это город Москва. Ну, очень такой запрос, знаете, популярный сейчас. Java-разработчики, особенно со Spring, они везде нужны. Даже нам сейчас очень сильно нужны с английским и с немецким языком. Во-первых, по степени горячести и холодности кандидатов. У нас сначала идут по приоритету самые горячие. Самые горячие кандидаты — это на работных сайтах. Это Headhunter, это Superjob. Возможно, если вы смотрите нас сейчас не из России, это еще и ваши работные сайты. Сейчас Work.ua есть в Украине. Еще разный там, Gene есть, как один из сервисов, где тоже достаточно горячие кандидаты. Есть Indeed, есть Monster, да, Европы. Это тоже горячие кандидаты там находятся. LinkedIn и Habercarriera, они не горячие, они более-менее теплые и даже больше холодные кандидаты, потому что сюда заходят те ребята, которые, ну так, хотят просто посмотреть на рынок, что вообще тут предлагают. И здесь, соответственно, нам важно очень сильно сконцентрироваться на том письме, который мы им пишем. LinkedIn, Habercarriera, сюда можно еще профессиональные какие-то ресурсы дополнить. А дальше уже еще более холодные кандидаты находятся на GitHub, на Stack Overflow, где они просто публикуют какие-то свои проекты, да, open source проекты. Возможно, портфолио для дизайнеров, это UI-никс дизайнеры, это продукт дизайнеры, это различные графические дизайнеры, архитекторы и так далее. To be hands, это triple, это code pen. Code pen — это для фронтендеров, сейчас появился новый ресурс. Да. И дальше по степени холодности, естественно, мессенджеры. В мессенджерах ребята просто сидят, активничают между собой, разговаривают, обмениваются информацией. И здесь как раз-таки мы можем выцепить и горячих кандидатов в том числе, если вы ищете по определенным словам. Ключевым словам типа собеседования и так далее. Пошел на собеседование, да, там, руководитель, все, сейчас хочу уходить и так далее. В общем, придумывать. Здесь ограничен ваш поиск только вашим креативом. Можете также найти, допустим, резюме. Далее. Простраиваем таким образом. У вас, соответственно, могут получиться совершенно другие сайты. Здесь мы также не написали, допустим, социальные сети. Социальные сети я тоже очень люблю. У меня там получается искать отлично. Я оттуда закрываю очень много кандидатов. Это, например, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер. Твиттер особенно популярен в Европе для поиска разработчиков. Это на самом деле классно. Да, напишите, пожалуйста, то, что вы сейчас используете. Может быть, что-то новое для вас было. И мы пойдем сейчас дальше. Шаг третий. К каждому ресурсу мы должны составить запрос. То есть это узкий, средний и широкий. Скажите, пожалуйста, сталкивались ли вы с этими понятиями, как узкий, средний и широкий поиск? Сейчас хочу вам рассказать для тех, кто не сталкивался. Узкий, соответственно, это все требования и навыки. То есть поиск сам себе, он предполагает поиск по всем необходимым и приоритетным навыкам и опыту в резюме кандидата. Вы, соответственно, отмечаете все фильтры при поиске, которые важны. Рекомендую вам всегда начинать поиск именно с узкого запроса, так как вы найдете наиболее релевантных кандидатов под вакансию, идеальных кандидатов, так скажем, если они вообще бывают. И свяжитесь, и уже можете запустить процесс именно по узким кандидатам. Отлично, не слышали, значит, уже есть что-то новое в нашем сегодняшнем открытом уроке для вас. Узкий поиск просматривается каждый день, так как он наиболее релевантный. Кроме того, на работных сайтах может быть альтернативный поиск, то есть поиск по резюме только по компаниям-конкурентам, компаниям-донорам, например, по областям различным и по специфичным формам в резюме, фразам каким-то в резюме. Такой поиск используется, когда стандартный поиск не выдает, например, нужного результата. Соответственно, начинаем мы всегда с узкого запроса. Поставьте прямо себе в календарь. Утром, когда вы рабочий день запускаете, посмотреть узких кандидатов по запросу, в своем он на хитхантере, к примеру. Таким же образом вы можете находить кандидата по узкому запросу и по другим социальным, профессиональным сетям. Далее у нас следующий шаг, в третьем шаге идет выстраивание среднего поиска. То есть убираем из узкого поиска те навыки, без которых в целом можно обойтись, то есть они не супер критичны, или которые кандидаты могли и не отметить в своем резюме, к примеру. Средний поиск, он просматривается во втором приоритете. И помните, что разработчики не всегда умеют составлять свое резюме. И многие не считают нужным описывать все, весь свой технический степ, поэтому просматривайте такой поиск минимум два раза в неделю. Это может быть, например, понедельник и может быть четверг. Установите себе такие примерные дни. Я просматриваю даже три раза в неделю. Бывает это понедельник, это среда и пятница. Соответственно, за субботу и воскресенье могут обновиться еще кандидаты, могут прийти. Поэтому помните, что кандидаты, разработчики не умеют составлять свое резюме. Это важная мысль. Далее, следующим этапом, это идет устраивание широкого поиска. Широкий поиск, он включает в себя локацию и должность. Годы работы, специалиста и все, по сути. Это опыт, это локация, должность. Такой поиск нужен тогда, когда кандидаты с узкого и среднего поиска закончились, а вакансия не закрылась, что достаточно часто происходит, к сожалению. И это, опять же, возвращает нас к той идее, когда кандидаты не умеют писать свое резюме. Они просто не знают. Они написали, допустим, Java, разработчик, Spring, все. Ни опыт не свой описали, ни проекты не свои не описали, вообще ничего нет. Или бы вообще просто оставили Java, разработчик, работал 12 лет в одной компании, на самом деле внутри оказывается достаточно много интересного. А мы его пропустили из-за того, что мы не посмотрели и ходили только по узкому запросу. Поэтому о широком поиске тоже помните, но на нем концентрироваться не надо. Его можно просматривать только раз в неделю. Хватит. То есть сделайте себе либо понедельник, либо пятницу, когда он обнадоется. Скажите, пожалуйста, насколько интересно было, насколько полезно то, что я сказала про узкий, про средний, про широкий поиск, насколько вы пользовались этим? Я вижу только один комментарий, что кто-то не пользовался, да? Я вижу, что по комментариям это наиболее активный человек у нас сегодня на чате. Юлия. Отлично. Ну что, тогда поехали дальше. Если это интересно, если вы хотите дальше погружаться, как все-таки устраивать эту стратегию сорсинга, наиболее на самом деле удобным сервисом для выстраивания стратегии сорсинга для нас в команде и для меня в целом оказалась Trello. В одной из колонок мы выписываем каждый ресурс в отдельной карточке и внутри каждой карточки сохраняем в комментариях свой запрос по данному ресурсу. Если вы зайдете в Trello, просто попробуйте. Можно автоматически, там он представляет дату, когда вы комментарии этот добавляете. Например, у меня здесь задача, да, сделать в Telegram вакансию. У меня здесь один комментарий. И вы, соответственно, видите по запросам, по их кентру, там у меня, допустим, 4 комментария есть. И так далее. Я таким же образом выстраиваю приоритеты, но вы можете карточки менять между собой. И в зависимости от этого выстраивать тоже приоритеты свои. Ну, удалять и дальше с ними взаимодействовать. Также Trello очень удобен, когда вы работаете в команде над одной вакансией. Или у вас, например, по данной вакансии есть рекрутер и ресерчер или сорсер. В зависимости, какой процесс рекрутинга у вас есть в вашей компании-команде. Поэтому Trello предоставляет возможность работать именно над одной доской, нескольким участникам, вашей целой команде. И смотрите, где уже кандидаты отобраны, где просмотрены, куда стоит пойти поискать еще. То, какой ресурс, на сколько процентов отработан. И все это можно в одном месте в Trello хранить. Это как раз-таки дает возможность достаточно быстро понять, сколько процесс поиска он отработан. Помимо перечисления, естественно, всех инструментов поиска кандидатов, необходимо прописать все возможные способы поиска по ним. Потому что стратегия сорсинга, она должна включать опцию добавления информации о дате обработки каждого ресурса. И это как раз-таки дает возможность, опять же, Trello. Потому что вы должны фиксировать, когда вы сходили на этот поиск, когда у вас это было осуществлено. Каждый день отмечать, сколько вы отработали кандидатов или в целом какой запрос отработали. И также вы должны иметь возможность ранжировать источники, сортировать их в зависимости от приоритетности этого источника для данной вакансии. Поэтому выбирайте именно ту систему, в которой будет такая возможность. Естественно, есть еще варианты, как это можно реализовывать. Здесь я зашила ссылку на процесс работы в Trello-доске. Да, я хочу вам его показать наглядно. Надеюсь, что мой экран сейчас видно. Тоже сделайте плюсики, если видно мой экран. Должно быть видно. Смотрите, здесь есть информация по вакансии. Для меня это удобно, потому что я могу, например, у меня может быть несколько вакансий разных. В основном это около 70 разных вакансий я веду для разных компаний. И вся информация в голове не умещается, когда, допустим, это несколько новых компаний пришло. Поэтому я могу написать скрипт звонка вот сюда. Информацию со снятия заявки оформить тоже здесь. Вакансий у меня здесь может быть сеть. Шаблоны письма, какие-то краткие письма. Персонализированные письма я могу зафиксировать все в Trello-доске, чтобы у меня все было в одном месте. Вы открываете с ноутбука, с телефона. Допустим, вы в транспорте едете. И это очень-очень удобно. Можно просто скопировать и отправить кандидату в ответ на его телеграм-письмо, либо почту и так далее. Письмо ваше с вакансий, с деталями, естественно. Здесь просто сформировала для вас приоритетность. Соответственно, как я и говорила, здесь можно это все менять. Приоритеты все можно выставлять и так далее. Здесь вы можете писать какие-то свои новые запросы. Как вы видите, я это создавала еще в мае 2020 года. Здесь видно, что это автоматически. Можно, например, сейчас что-то написать. И вот будет написано just now. Вы тоже можете себе русскоязычную интерфейс установить. Яндоязычную. Как вот эти лейблы появляются? Здесь, естественно, метки есть. Вы их можете написать сами, создать свою метку. И можно еще выстроить процесс вообще поиска персонала именно в трейбл. Как у меня вот здесь реализовано. Например, ходящее резюме, телефонное интервью, техническое, важные кандидаты, коммунистерный оффер и так далее. Вы тоже можете фиксировать для себя здесь. Если у вас, например, вашей АТС-системы нет. Давайте я вам сейчас скину тоже эту ссылку. Потому что, возможно, вам она пригодится. Кто хочет в крыло-деске посмотреть это все. Соответственно, здесь вы можете еще и чек-листы прописывать. Например, чек-лист. Да, я написала разные компании. Точнее, одну компанию пока отметила. Просто для примера. Вы можете также добавлять. Это нужно для того, чтобы вы сами запомнили. И вы, когда уже прошлись по данной компании, вы отметили себе. Я все выполнил. Я мой отец. Здесь также появляется, когда вы это сделали. Да, автоматически. Если здесь вопросы какие-то есть, задавайте, пожалуйста, по трейлой доске. И мы к ним тогда вернемся потом. Есть еще один вариант. В Excel-таблицах это все делать. Он достаточно простой. То есть это для того, чтобы просто видеть и отмечать для себя. Здесь нет такого визуала, да, как в трейлой досках. Я членовик визуала, поэтому неудобно в трейлой. Если вы больше по различным таблицам, поэтому составляйте в таблицах, если вам это комфортно. Во-первых, здесь вы фиксируете, где вы написали, допустим, в каком ресурсе. Здесь вы фиксируете свою ссылку, либо свой буллинг-запрос. Кстати, с буллинг-запросами знакомы или нет? Это тоже есть на курсе. Дальше состояние. Да, что вы там обработали, не обработали, сделано это или нет, частично отработали и так далее. Вот это я фиксирую для себя тоже таким же образом. Пыталась сначала с Excel-ками начать, потом выбрала все-таки для себя трейла. Но можно начать и с Excel-горанта. В итоге, да, что вы получаете? Вы получаете увеличение скорости закрытия вакансий за счет того, что вы знаете, где искать. Вы понимаете, да, какие запросы, каким образом там составлять и так далее. Вы осознаете проработку ресурсов, точнее, осознанно прорабатываете каждый ресурс. Здесь я имею в виду, что в Headhunter вы можете проработать. Но проработан ли он полностью, это еще большой достаточно вопрос. Быстрый ревью запросов вашим руководителям, вашим ведущим рекрутерам, командой, коллегой и так далее. Соответственно, это может вам помочь быстрее сориентироваться по позиции, по вакансии. И отсутствует распыление. У вас система, у вас нет хаоса. Вы всегда можете пойти и поискать, посмотреть. Скажите, пожалуйста, есть ли вопросы какие-то по, возможно, тревло-доскам, по достаточно быстро по ним прошить, по стратегии сорсинга и так далее. Я задавала здесь вопрос, да, по буллинг-запросу. Кто-то знаком, кто-то не очень. Только слышали. Я очень рекомендую, на самом деле, те, кто не слышал, почитать об этом поподробнее. Это очень сильно помогает искать разработчиков. Еще один момент, который я хочу обратить внимание, у меня здесь, да, в тревло-доске, есть интеллект-карта. Вы можете зайти в эту интеллект-карту, открыть. Она не совсем уже, то есть что-то здесь действует, что-то нет. Например, операторы, ну, операторы Яндекс еще действуют, но где-то здесь есть Яндекс.Сеарч. В общем, сейчас Яндекс.Сеарч уже не работает, к сожалению. Это для вас своего рода майнд-карта, интеллект-карта, ее по-разному можно назвать. Просто как идея. Как можно вообще искать на разных ресурсах. Соответственно, например, на самом Линкедин, наверняка вы с Линкедином знакомы, у вас он может быть даже установлен, и может быть, вы даже там сурсите активно. Можно искать разными способами. На Линкедин можно искать как минимум по четырем способам. Во-первых, это внутренние фильтры, во-вторых, это буллин-операторы внутри самого Линкедина, это skills, spoken language, и так далее. Много оператора, точнее, не старые, но сейчас снова могут работать. Обновили эту информацию. И, соответственно, можно сделать буллин-запросы для Линкедина, и можно еще искать с помощью Alarm Research, то есть с помощью поиска выпускников по вузам. Есть четыре способа. Плюс есть еще различные автоматизаторы, которые тоже можно искать. Плюс есть еще и платные версии Линкедина. Сейчас я рассказала вам о бесплатных версиях, способах поиска, но есть еще и бесплатные. Это с помощью внутренних фильтров покупки, например, Recruiter Lite или Sales Navigator. Там есть еще больше возможностей. Но на самом деле бесплатных версий способов тоже хватает. Пожалуйста, напишите мне пока, какие у вас вопросы есть. Какие у вас идеи возникли. Для меня, как для создателя, создателя, автора этого открытого урока, это очень-очень сильно важно. Код PEN называется новый ресурс. Вот так называется новый ресурс. Код PEN. Там пока все не очень сильно приспособлено для поиска, естественно, потому что он создан не для рекрутеров изначально. Кстати, про список материалов для изучения я забыла сказать. Здесь у меня по основному моему контенту на сегодня все. Пожалуйста, задавайте вопросы, пока я здесь. Пока мы не завершили, я буду очень рада вам еще помочь по вашим вопросам, которые могут возникнуть. Какие я вообще могу порекомендовать ресурсы? Я надеюсь, что вы получите презентацию. Пособие IT-рекрутера, вы с ним в целом можете познакомиться. Полезные фишки у меня есть в канале, в Телеграме. Я создала огромное количество бесплатных файлов, которых вы тоже можете там скачать, посмотреть и так далее. Это погружение в профессию IT-рекрутера, она бесплатная. Как искать разработчиков на LinkedIn, GitHub, Telegram? Там тоже огромное количество, на самом деле, бесплатной, полезной информации. Тоже скачивать, проходите, пробуйте. Интеллект-карты, одну из которых я вам показала сейчас. И там есть просто с эти терминами, что к чему относится, по языкам и так далее. Вы сможете просто проструктурировать уже какие-то свои полученные знания. В файле 23 полезных инструмента тоже есть. То есть различные расширения, инструменты, сервисы для ускорения поиска. Они помогают работать, естественно, быстрее, эффективнее, качественнее и так далее. Тоже скачивайте, установите себе обязательно. И делитесь со мной тоже своими впечатлениями. Пока вы задаете вопросы, естественно, вы можете добавлять меня в все чаты и так далее. У меня есть, я еще веду свой Инстаграм. Пишите мне в Телеграм, если у вас возникнут какие-то вопросы. Пожалуйста, я вас попрошу запомнить еще опрос. Он займет у вас очень-очень мало времени, а для меня это будет очень важно. О том, как вам понравился вообще данный урок. Полезен ли он вам и так далее. Давайте я вам пока скидываю ссылки на бесплатные файлы. Которые вы тоже можете почитать. Себе уже применить. Надеюсь, что они работают. Витрии надеюсь, не будет здесь. Как искать в Телеграм по ключевым словам вне своих чатов? Вне своих чатов нельзя. Только если вы уже состоите в тех чатах, которые у вас есть. Кстати, про полезности. Про полезности я вам сейчас дам, если у меня сохранилась ссылка здесь, да, она у меня есть. Ссылка на все вообще Телеграм, чаты, каналы для айтишников. Просто вам нужно быть присоединенным к данным чатам, к данным каналам, чтобы там искать по ключевым словам. пройдите вот по последней ссылке и посмотрите обязательно те чаты, которые вам интересны. Я очень рада, что вам понравилось и вам полезно. Я надеюсь, что вам еще и ссылки мои будут очень полезны. Я на самом деле очень люблю профессию айти-рекрутинга. Я горю этим делом и очень люблю развиваться в нем. Поэтому это классная профессия. Если вы только задумываетесь или вы опустили руки, дальше продолжайте просто делать, изучайте новое, и обязательно к вам успех придет. Это просто неизбежно, если вы продолжаете прокачиваться в этом направлении. Как искать на LinkedIn без премиума? Для этого нужен отдельный открытый урок, на самом деле, потому что здесь огромные есть возможности, потому что, опять же, здесь можно пройти по данной ссылке и посмотреть. Есть буллин-операторы, есть внутренние операторы. Зайдите в мой телеграм-канал. Там тоже есть очень много разных плюшек и фишек для поиска внутри LinkedIn. Дина, про операторы. Классно. Это, на самом деле, здорово, что вам заходит, вам нравится. Я очень-очень этому рада. Ну что, если у вас нет вопросов, то мы можем закрепляться. Я еще подожду парочку минуток. Если у вас появятся вопросы, то я буду готова. На них ответить. Я надеюсь, что было, во-первых, структурно, системно, полезно. И вы пойдете применять это все дальше в своей работе. Да, пожалуйста. Я очень люблю заряжать вообще, найти рекрутинг, потому что я очень люблю эту профессию. Она дает огромные возможности. Огромные возможности. Это безумно интересно искать таких кандидатов. Еще интереснее с ними общаться. Еще интереснее их закрывать для классных компаний. Вы знакомитесь с компаниями, с аутишными, со стартапами, с крутыми, стабильными компаниями, которые меняют рынок, которые меняют привычный диалог от юзера к банку и так далее. Это просто безумно интересно. И я всегда искала такую профессию, которая будет развиваться. Развиваться всегда. И IT-рекрутинг, это на самом деле одна из таких классных профессий, которая не стоит на месте. Она развивается всегда. И развиваться будет еще много-много лет. То есть она будет трансформироваться, естественно, данная профессия, потому что вы должны быть готовы всегда изучать что-то новое, быть гибким и так далее. Но она не будет никогда стоять на месте. И это на самом деле классно. Да. Ну все, тогда на этом мы завершаем. Спасибо вам большое за активность в нашем чате. Я надеюсь, что было полезно. Вы почерпнули для себя новые идеи, как я и говорила в начале нашего открытого урока. Для меня обучение в любом. Даже если я читаю книгу, либо прохожу достаточно дорогой, да, дорогостоящий курс, самое важное, это получить хотя бы одну мысль. Тогда это стоит того. А вы сегодня получили одну мысль, так точно. Я видела, что кто-то из вас новое что-то потерпнул и выяснил для себя. Поэтому, да, и спасибо вам, естественно, что вы в этот вечер сегодня были со мной и посвятили свое время собственному изучению. Продолжайте в том же духе, собственно. Проходите разные обучения. И желаю вам огромных успехов в IT-рекурсинге и выбранной профессии. Дальше развиваться и миллионных закрытых вакансий, звездных кандидатов, самых понимающих векащиков и руководителей. Всем хорошего вечера. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok